Приятно, когда каждый вкладывает свою частицу в наше служение. Когда используется каждый талант, когда мы имеем. Даже наши гости нам приносят разве с чем? Своим присутствием? Добро пожаловать к Костикам. Господь вас благословит. Иван, Иван. Я же не искал Тата Луна. Я был у вас. Многие я их не видел. Тут, очевидно, коллектив большой, церковь большая. Я просто вас, как говорится, во имя Иисуса Христа одобряю и желаю вам крепкого здоровья. И с наступающего вам года. И вам добро пожаловать. Благодарю. Мы желаем видеть вас, как каждый день их встречать и приветствовать. Стараемся. Добро пожаловать к Костикам. И нам приятно слушать теплые слова. Спасибо. Сегодня мы поговорим. Знаете, о чем? Мы рады за Вячеслава, который рядом с нами, с его женой. На завтра деле их-то трое. Вы заметили? Пусть Господь их благословим. За голоса красивых, за талант. И за то, что любят Бог. Слава Богу. Дорим, что мы говорим, что мы говорим о том, что самое главное в нашей жизни. В 13 главе книги Иоанна, мы откроем сначала 1-й коринфянам 13-й. Здесь описываются очень важные качества. В 13 главе книги Иоанна, если я говорю языками человеческими, что мы говорим, что наши любви не имеют, то я не звенящие или кем-бал звучащие. И даже если у меня есть дар пророчества, и я знаю все тайны, и я имею всякое познание и всю веру, так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я нечто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой позиции. В 13 главе книги Иоанна, если вы не знаете, что они будут ждать, чтобы они не ждут. И если они ждут, то они ждут, то есть они ждут. Интересно, были ли такие случаи, когда же люди отдавали свою жизнь, а любви не имеют? Я учусь в пеностиле и я думаю, что это не то, что это не то, что это не то. Мы часто видели в новостях, когда молодые люди из неразделенной любви бросались с моста. Как вы думаете, это проявление любви какой-то? В Библии написано, что если даже это мы будем делать, но если нет любви, зря мы это делаем. Драгуста остается долго, драгом 되, любви долго, терпите, весьма полноцина. Драгуста не удастся, не жалов, не заходит соблаз, не гордиться. Не терпеть, не довериться неговинч Stephen, не создать свой свой. Не недостольте, не раздражаете и не думаете о плохом. Не радуются о беззаконии, но радуются истине. Она покрывает все и верит в всему, и на все надеется, и даже все переносит. И флакот? Приятно. А это любовь. А кто бы из нас не хотел быть таким любимым и любить? Да, мы все этого желаем, и быть уважаемыми, и иметь любовь. Многие фильмы говорят о любви. Многие романы описывают любовь. Многие стихи и песни возвышают любовь. Но в результате, любви та меньше в жизни. Статистика показывает, что в мире 75% детей не имеют обоих родителей. Они имеют родители или мамы, или, к сожалению, двоих родителей. А ведь эти 75% детей, они тоже хотели бы иметь такое счастье. Они мечтали бы иметь такое счастье. Но им это не дано было. Почему? Где же секрет в том, как найти настоящую любовь? Как приятно быть в такой семье, где все друг друга любят. Как приятно быть в церковь, где тоже друг друга все любят. Но есть любовь, есть любовь, есть любовь, есть готовность, есть друг другу, уважение. И готов этот другу помочь. Это есть радость. Вот это любовь. Помните, как-то подошел к Иисусу Христу один человек. И спросил, а какая же самая большая заповедь из закона? И что сказал Иисус? Возлюби Господа Бога. Какая самая большая заповедь любви? Мы откроем Матфея 22 глава. И мы видим вот этот разговор, да? С этим? На Матфея 22, 34. 34 стих, из 22 главы Матфея. А фарисеи услышали, что он привел садукеев им в молчание. Привел молчание, собрались вместе. Один из них, законник из Ушарева, спросил, говоря, Учител, какая наибольшая заповедь в законе? Да. Иисус сказал ему, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Сияя из первой и наибольшей заповедь. Я радова. А вторая. Подобная. Возлюби ближнего своего, как самого себя. А вот здесь и открывается секрет любви. Мол, у Амни кауты, философии кауты, романтичи кауты дракосты. Многие люди ищут, что такое любовь. Философы. Срешетский, изворил дракосты, есть ли? Ладно, Думнезе. Вы знаете, источник любви это? То есть, каковы тесные отношения с Богом, такова любовь будет. Если у меня будут близкие отношения с Богом, у меня будут хорошие близкие отношения с ближними. С Богом нет отношений. О каких отношениях можно говорить с ближними? Кто-то говорит, я люблю... Да ну, убежь ты у Амени. Бога. А сону есть коня. Но он не любит людей. Это не может быть такого. Если ты любишь Бога, которого ты не видишь, Как ты тогда можешь любить человека, которого ты видишь? Итак, здесь открывается секрет. Любить ближнего как себя. Да, никто не учит этому в мире. Этому учит Слово Божье. И здесь не стоит выбор перед нами. Хочу, я любить. Это заповедь. Это повеление. Ефесянам 5, 25. Как звучит? Жены, любите своих мужей. А если есть порунка, ну, если вреу, то он любит. Это не пожелание. Это пожелание. Хочешь ты? Нет. Это повеление. Любите. Даже вот как обратила внимание. Слово Божье. Нет. Правильно. По-другому написано. Слово Божье. А жену должны почитать. Дочи, борьба за любовь. Поэтому написано, вообще-то, уж я любите своих мужей. А это есть порунка. Это повеление от Бога. Есть удатория. Это обязанность мужей. Он всегда должен любить свою жену, как он бы она не мог. И мы должны так принимать людей, такие, какие они есть. Вот, допустим, мы поженились. Мы понимаем, что мы друг друга уже поменять не можем. Но мы, конечно, к этому стремимся. Но мы, конечно, к этому стремимся. А когда мы показываем свою неблагодарность, свое ненаводство, чем-то... Это проявляется наш характер. Я буду с кем бы. Характер не меняется. Я буду с кем бы, но иду мне зел. Характер поменяет все-таки Бог. А мы что можем сделать? Мы можем только молиться за... ...кому, кто рядом, чтобы Господь помог ему измениться. А сам я поменять себя не смогу. Я думаю, что, в этот момент, когда мы с куртой, мы показываем, что мы показываем, что мы показываем, что Бог Иисус, в Луке, капитулу 15. Время у нас немного, поэтому хотелось бы посмотреть притчи. А здесь я увидел очень радость. Девушки, 15 глава, 11 стих. Иисус сказал из-за медицинской песни. Притчи к Будном сыне, младшем. Да. А у младшего рода было двое сыновей. И я прошел чемп Orthой младшем. Самый младший попросил в свою часть имения у отца и ушел. Интересно, а какое наследство он получил? Какое наследство он получил? Это было вера от отца, но это было вера от него. Но он потребовал мне то, что принадлежит мне. Но, знаете, отец не стал с ним спорить, он отложил и дал ему часть. И сын отправился в далекую страну. Там, конечно, с друзьями, как обычно, деньги быстро заканчивают. Деньги трудно зарабатываются, но очень легко. И быстро уходят деньги. Вот наши братья, которые зарабатывают за границей. Они, конечно, лучше зарабатывают, чем здесь. Но вы знаете, они говорят, вот что получили? Если не придержать как-то аккуратненько, все расходуется. Он получил все деньги. Так и наш герой потратил все деньги. И он забыл процесс своего. Но он был еврей. Но все-таки он был еврей. И когда... Вы знаете, евреям тяжело кормить свиней все-таки. Они же понимают, что эти животные... Но представляете, до какого уровня он дошел, что он был готов А что ты уже сказал? Так не скопал. Но главный стих прочитаем. Семнадцатый стих. Это очень важно. И это очень важно. И он пришел в себя. И сказал, что сколько вы сгадали от моего рода, они у меня были жутки, но я умер здесь. Только отца моего наимника, а я умираю здесь. Но вы сходите, и вы уходите от моего рода. И я стану вернусь к своему отцу. И скажу ему. Я не достоин, чтобы я назвал твоим сыном. Он не знал, он не знал, что он не знал. В любви отца. И сказал, что ты умиран. Я готова быть твоим рабом. И что отец ему сказал? Он сказал, что сын мой. Он сказал, что сын мой. И он сказал, что сын мой. Еще я не знаю, какое делать то, что надо делать так, чтобы необычу этого времени. Я рекомендую вам. Сын сказал ему, о чем ты грешил против тебя и пред тобой не достоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам своим, принесите лучшую одежду, оденьте его, дайте перстень на руку и обувь на ноги, приведите откормленного теленка, закалите встань месяц, потому что сын мой, который был мертвый, ожил, пропадал и нашел, и начали веселиться. Великая радость была, он пришел к отцу, с сожалением, что он недостоин, вот это и есть истинное признание, что он понял, что совершил большую ошибку, но от всего сердца расстался. Но вы знаете, отцу ничего не помешало устроить великий праздник. Он сказал, почему ты ушел, 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 отец ему ничего этого не сказал. Тата ладз бракады хай не мурдали, шла мракадку хай не ну. Он снял с него грязный, дешевый, он одел его, он перстень, он сделал прекрасный, великий праздник, чтобы все веселились. А кто-то не радовал? Кто? Старший брат. Брата его старший брат. Брата его старший брат. И вот здесь и проявляться его. Он не благодарен. Он даже не знал. Старший брат был в поле. И когда увидел. Я видел музыку, сербатуары, бракары. Что же случилось? Что здесь происходит? Какой брат вернулся домой? И вместо того, чтобы он радовался, что он сделал? Он опечалился. Ничего себе. Я тут работаю и ничего не платил. А ты этому плохому сыну даешь, а мне не даешь, полагающийся для меня. Поэтому здесь началась главная боль. Поэтому, дорогие мои, какой сын был ценен в глазах отца? Да, ведь он двоих любил. Но кто оказался ближе? Кто оказался ближе? Кто оказался ближе? Кто оказался ближе? Я хочу сказать, что здесь, в пиле этого видео, Иисус, он хотел показать фарисеи и фарисеи. Иисус открыл две категории людей. Фарисеи и языческие люди. Люди, когда приходят Богу, возвращаются. И Бог их принимает. Мы часто им напоминаем их прошлые. Знаю, что он был. Знаю, что он был. Знаю, что он был. Знаю, кто их родитель. И ты такой. Да ведь это было в прошлом. Это идеал. Но отец не припоминает прошлого. Он принимает его таким, как он есть. И сын почувствовал любовь отца. Что сделал пропавший сын, чтобы получить эту любовь отца? Что он принес отцу? Что он принес отцу? Ничего он не принес. Он все потратил. Но отец его любит. Иисус не любит так, как мы. Но отец его любил. Иисус не любил нас. Мы ничего не принес. Мы только используем все, что он нам дает. А он не любит. А если я ощущаю чувство любовь Божью. Как же я не могу передавать эту любовь другим? Поэтому пусть Господь нас благословит. Чтобы мы имели вот такие тесные взаимоотношения с Богом. И признавали. Да, я грешна. У меня было тяжело. Но Иисус все осталось. Но Господь все по крылу. И мне нравятся textы, которые были написаны на Исаии. На Псалме. Иисус арибе. Могиня , здесь написано «крылья его пазолочные». Арибе. Да, пазолочные. аете. В песне в песне Господь называет нас голубицей, то есть Он хочет покрыть все, хочет нам дать красоту. Сегодня я видел эту красоту молодежным выступлением. Много у вас есть хорошего и доброго. Дорогие мои, каждый человек есть и хорошие черты, и не очень. Давайте будем подчеркивать тебя. Мы оставляем, чтобы пастор подчеркивал хорошие стороны в некрологии, на похоронах. Когда человек умирает, они ему говорят, как мужик хороший. Но его уже нет, он уже это не слышит. Хорошие качества, давайте подчеркивать, живому человеку. Каждый из нас имеет нечто хорошее. Мы, если мы будем акцентировать внимание, мы не будем ободрять человека, мы его только огорчим. Поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы мы были всем тем, чтобы мы стали тем, кем мы можем стать благодаря благодати Божьей. Мы увидим, что здесь люди, дети Божьи. Позже«, мы будем искать это». Дорим, что Духов Те Свят, что-то приводит к нашему идеалу, и вещество. Бинековынтене в continuу. Ажута, что-то не респектам, что-то не любим, что-то любим, что-то любим, что-то, социалы, депуты наши, мембрии бисерики, луна, которая не знакома, потому что ты истешь, что-то дай плаве, и пусте бун, и пусте рэй. Ты любишь то-то луна. Ты дожишь, что-то все-таки придут на покойство, все-таки премьются, чтобы можете придут в бючуре, чтобы придут в бючуре, чтобы мы видим, что-то невозможно, чтобы мы проймем без тебя, чтобы мы возвращаемся, чтобы мы приступим на Таталу нашу. Но ты тоже, что-то, по-другому, с братья в тимпу, и дожди не премьешь. Домене, десеори мы мы будем мы все-таки которые не думаем, что-то не будем прибылье, по-другому, которые мы думаем, что-то верим из мира в эту страну, из-за потяги, из-за грехи, которые присутствуют и обащи, и джерем, Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Если пойдешь ты со мною, верный мой друг Иисус, Пусть он покроется тьмою, ночи я не устрашусь. Если пойдешь ты со мною, если меня поведешь, Знаю, ты узкой тропою цели меня доведешь. Если пойдешь ты со мною, небо сияет твой сын, Счастлив я буду с тобою, Счастлив до старости лет. Если пойдешь ты со мною, если меня поведешь, Знаю, ты узкой тропою цели меня доведешь. Если пойдешь ты со мною, больше чего мне желаю, Мне путеводной звездою среди твоя благодать. Если пойдешь ты со мною, если меня поведешь, Знаю, ты узкой тропою цели меня доведешь. Аминь. 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 Не, keinen, най. И сейчас оно inte подходит, заб cell especially. actsare tutaj норм though Cities.